МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Центре госуслуг МАИ Документы открылся мобильный пункт вакцинации. Коллеги многие переболели, уже их имеют. Ну и судя по состоянию своего здоровья, уже как бы в возрасте, пришел подстраховаться. Заседание антинаркотической комиссии Ленинского городского округа. Благодарность главы Ленинского городского округа вручается Калывановой Ольге Николаевне. На Аллее славы почтили память воинов-интернационалистов. Мы очень много встречаемся с семьями, помогаем, подарки новогодние, лекарства помогаем. Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Центре госуслуг МАИ Документы в Видном. Уже в первые часы работы его посетило более 30 человек. Насколько удобен такой способ сделать прививку от коронавируса, у пациентов, волонтеров и врачей узнал наш корреспондент Максим Козлов. С начала кампании по вакцинации населения в Ленинском округе мобильные пункты побывали уже в 17 различных организациях и учреждениях. За это время прививку получили порядка 500 человек. В многофункциональном центре мои документы первыми привились сотрудники учреждения. Мобильная вакцинация, она ничем не отличается от обычной вакцинации, которую мы проводим в помещении. Также готовятся полностью все кабинеты. У нас есть мобильная морозильная камера, то есть мы полностью готовы к вакцинации населения. Первоначально планировалось, что прием пациентов будет вестись в автобусе. Он и сейчас припаркован у здания. Но попробовав этот вариант, поняли, что в условиях низких температур всем будет комфортнее в здании. Выделили специальное помещение, целое крыло МФЦ, оборудовали холл, создали комфортные условия для работы волонтеров, подготовили необходимую оргтехнику, выделили кабинет непосредственно для работы врача и медицинской сестры, которая делает прививки. Помогают врачам волонтеры. Они выполняют всю бумажную работу, которую, как правило, тоже делают медики. Это позволяет освободить врачей для решения более важных задач. Мы записываем людей на вакцинацию, на прием к врачу, чтобы он осмотрел позже сделать вакцинацию. Для этого человек должен заполнить анкету, которую мы помогаем заполнить. Записываем через систему ЕМИАС на вакцинацию и далее направляем людей в пункт вакцинации. Наверное, сложно придумать более удачное размещение мобильного центра вакцинации. В день центр «Мои документы» посещает порядка двух тысяч человек. И у многих, как правило, с собой необходимые документы. Паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Два раза сдавал тест на антитела, антител нет. Коллеги многие переболели, уже их имеют. Ну и, судя по состоянию своего здоровья, уже как бы и возраст, решил подстраховаться. Безопасность своя и, может быть, даже окружающих. Есть люди, которые у меня пока не могут сделать прививку. Поэтому я решила сделать. Тем более, это так удобно. Через 21 день мобильный прививочный пункт снова приедет в многофункциональный центр, чтобы провести второй этап вакцинации от коронавируса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. 10 февраля прошло первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Ленинского городского округа. В нем приняли участие глава муниципалитета, руководители структурных подразделений администрации, правоохранительных органов, медицинских и досуговых учреждений, депутаты и общественники. На заседании были подведены итоги работы антинаркотической комиссии за 2020 год и поставлены задачи на 2021 год. По данным ОМВД России по Ленинскому городскому округу за отчетный период было зарегистрировано 152 преступления по статье 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот наркотиков». Для сравнения, в 2019 году таких преступлений было 131. За активное участие в антинаркотической профилактической деятельности благодарственные письма главы получили 10 активистов – медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, руководители учреждений культуры и досуга. Благодарность главы Ленинского городского округа вручается – Колывановой Ольге Николаевне. Среди награжденных заведующей библиотекой поселка «Развилка» Ольга Колыванова. В ее учреждении ежемесячно вот уже несколько лет проходят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов в колледже Московия. С ребятами беседуют медики, психологи и священнослужители. На Аллее славы города Видное состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Представители администрации Ленинского городского округа и общественники почтили тех, чей героизм сложно переоценить. Подробнее о мероприятии расскажет Юлия Погасьян. С 2010 года ежегодно 15 февраля в России вспоминают тех соотечественников, которые исполняли свой служебный долг за пределами родной страны. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, почти 30 лет назад, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, где на протяжении долгого времени шла война, унесшая тысячи жизней. Мы думали, что после окончания Великой Отечественной войны мы живем уже в старшие поколения, еще будучи ребятишками в спокойной, хорошей, развивающейся жизни. Но на нашу долю тоже выпало Афганистан в 79-89 год, две чеченских войны и плюс еще локальные конфликты, которых мы просто не были посвящены за пределами Советского Союза. Наши люди, наши герои выполняли свой интернациональный долг за пределами нашей Родины. Сегодня администрации Ленинского городского округа принимаются существенные меры поддержки ветеранов боевых действий, жен и семей погибших при исполнении долга солдат. Мы очень много встречаемся с семьями, помогаем, подарки новогодние, лекарства помогаем. Очень хорошая программа по реабилитации. Это не только у нас ребята, которые принимали участие в горячих точках, но также и семь погибших. В частности, Раиса Сергеевна Саламатина уже два раза у нас ездила. Потом у нас ребята ездили еще и участники, и мамки ездили, погибших ребят. То есть именно по программе реабилитации боевого братства, которые входят в федеральную программу по реабилитации военнослужащих. Такие мероприятия, когда люди собираются вместе, отдают дань памяти воинам-интернационалистам, это пример патриотизма, особенно для подрастающего поколения. Молодежь растет, она видит то, что мы всегда помним о тех геройских поступках, которые совершали наши воины. И всегда с честью, с благодарностью относимся к их поступкам. Поэтому патриотическое воспитание молодежи у нас очень важное направление, его надо развивать. И вот эти мероприятия надо постоянно проводить. В Ленинском городском округе несколько патриотических клубов, которые пользуются большой популярностью среди молодежи. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ульга Садовская, Вид.НТВ. У сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу существует славная традиция. Новые звания старшего начальствующего состава торжественно вручаются в стенах храма. Благослови Бог наш, всегда ты не пресняй, во веки, Бог, фамилий, миром Господу помолимся, Господи помилуй. Сегодня мероприятие проходило в Георгиевском храме города Видное. Двум оперативным сотрудникам ОМВД присвоили первое и второе офицерские звания – лейтенант и майор полиции. Это не только повышение в званиях, но и определенный груз, обязанности, ответственность. Вот я хочу, чтобы наши сотрудники, в данном случае мои сотрудники управления на достойном уровне оправдали и несли службу, выполняли свои служебные обязанности. Сегодняшний день стал волнительным по признанию Артема Боровкова, которому было присвоено звание лейтенант полиции. На душе и радость, и осознание возложенного доверия со стороны начальства. Службу в правоохранительных органах Артем считает своим призванием. Отзывчивость гражданам самое главное. Своевременное исполнение своих должностных обязанностей. Люди приходят к нам со своими проблемами, которые необходимо решить. После вручения сотрудникам новых званий, настоятель Александр Невского храма Дмитрий Довбыш провел для присутствующих церковную службу. В ночь с пятницы на субботу в московском регионе ожидаются сильнейшие снегопады. Коммунальные службы Ленинского городского округа к последствиям непогоды готовы, переходят на круглосуточный режим работы. На низком старте 170 дворников и 90 единиц снегоуборочной техники. В связи с ситуацией управляющие компанией муниципалитета и представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов решили запустить акцию под названием «Помоги убрать снег». Они призывают неравнодушных жителей округа присоединиться к коммунальщикам и всем вместе очистить территорию от снега. 13 и 14 февраля выходите в свои дворы на зимний субботник. Инвентарь в виде лопат можно будет получить в своих управляющих компаниях, а также в дорсервисе по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин